Экстренное предупреждение об угрозе паводка. Армавирцев оповещают городские власти. Стоит ли волноваться? Расскажет Юлия Чернышева. Пожилая армавирка попала под поезд. Там в старой станице в реке нашли труп женщины. Обзор происшествий в материале твоих новостей. Экспедиция по изучению кругов на полях начала свою работу в Новокубанском районе. С подробностями Ирина Чупина. Экстренное предупреждение объявлено в Армавире. В связи с обильными дождями, прошедшими в горных районах, ожидается повышение уровня воды в реках Кубань и Уру. По расчетам специалистов управления ГОИЧС, паводок будет проходить на максимальных отметках, на которые рассчитаны наши дамбы, но не должен их превысить. Тем не менее, возможен выход рек из берегов и незначительное подтопление территории. На специальном совещании, которое провел глава Армавира Андрей Харченко, в рамках своих полномочий руководство Армавира приняло решение повестить население об угрозе частичного затопления. Пик паводка ожидается вечером 18 июня. В течение дня 19 июня в случае ухудшения обстановки может быть принято решение об эвакуации населения из зон возможного затопления. К этим зонам относятся Садоводческое товарищество «Химик», Старая станица, Бараников переулок, поселок Юбилейный хутор «Красная поляна». Жители этих районов просят быть готовыми к эвакуации в пункт временного размещения, который в настоящее время подготовлен в школе номер 7 в Армавире. В случае эвакуации при себе иметь документы и предметы первой необходимости. Паводковые ситуации на реках Уруп и Кубань прокомментировал начальник управления по делам ГОИЧС города Армавира Сергей Чичилинский. Ничего, никаких опасений по ухудшению паводка обстановки на данный момент нет. Уровень Кубани у нас мониторится и по датчикам гидрологического комплекса установлен выше по течению реки Кубань, это в Успенском районе. Так что мы можем полностью отслеживать гидрологическую обстановку, проходящую на реке Кубань. В случае ухудшения обстановки будут развернуты сборные эвакуационные посты, штабы. Я жителей призываю не паниковать, не поддаваться никаким провокациям, которые могут появиться в этот момент. При ухудшении паводка вы будете обобщены посредством системы экстренного оповещения населения, установленной на подтопляемых территориях. Информация о складывающейся ситуации будет передаваться по системе экстренного оповещения через громкоговорители, а также публиковаться на официальном интернет-сайте администрации Армавиров, городских СМИ. Дополнительную информацию можно круглосуточно получить в единой дежурной диспетчерской службе по телефону 320-00. Юлия Чернышова, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. У администрации Армавира возникли вопросы к медикам по поводу их совместительства. Работа на нескольких должностях или в нескольких медицинских учреждениях, по мнению руководства города, доведет к чрезмерной загруженности врачей, а это негативно сказывается на качестве обслуживания пациента в муниципальных больницах и поликлиниках. В настоящее время практически все руководители муниципальных учреждений совмещают свои должности со специальностями различного медицинского уровня. В связи с большой загруженностью административного персонала сегодня невозможно качественно организовать работу своих подчиненных. Доходит до того, что некоторые врачи работают без перерыва по 32 часа. Во всяком случае, так следует и с документов. Эффективность такой работы на износ под большим сомнением. По результатам проведенного анализа, графика работы главных врачей и их заместителей, появляется ряд вопросов о качественном исполнении должностных обязанностей и целесообразности совмещения должностей. Причем некоторые врачи умудряются не только совмещать должности по основному месту работы в государственном учреждении, но при этом еще и подрабатывать в частной клинике. Также одним из негативных факторов, который может влиять на оценку уровня здравоохранения в нашем городе, является работа специалистов в муниципальных учреждениях, в частных клиниках и медицинских центрах. По результатам проведенного анализа, в настоящее время в своей деятельности в данных учреждениях осуществляется порядка 41,2% работников, которые являются основными работниками в муниципальных больниц и поликлиниках. За совмещение получают. И потом после работы еще бегут в частные клиники получают. В администрации города сомневаются, что при такой нечеловеческой нагрузке можно добросовестно выполнять свои обязанности и внимательно относиться к пациентам. Эти предположения полностью подтверждают многочисленные жалобы жителей на низкое качество медицинских услуг в Армавире. Это вопрос оказания медицинской помощи, долгое ожидание в очереди на прием к врачу, грубое отношение со стороны медицинского персонала, нет возможности попасть на прием к врачу к узкому специалисту, предоставление льготных лекарственных препаратов. Народ довели уже, они скоро будут с костылями встречать, на входе и на выходе. В чем проблема, объясните. А проблема, как оказалось, в отсутствии должного контроля главных врачей за своими подчиненными? Отсутствует расписание работы врачей и узких специалистов. Если оно есть, то либо не соответствует действительности, либо постоянно меняется. Отсутствует контроль со стороны администрации учреждения за отработкой рабочего времени вышеуказанных работников. Нет единого подхода в оценке качества выполняемых услуг всех специалистов. То есть зарплату и премии медицинские работники получают исправно. А вот за что именно, никто сказать внятно не может. Потому что никто не учитывает, сколько отработал специалист, если нарекания на его работу и не подрабатывал ли он на стороне в свое рабочее время. Поэтому глава города Андрей Харченко поставил перед главными врачами и управлением здравоохранения четкую задачу. Проверить вопросы, связанные с отработкой рабочего времени в рамках тех данных, которые вы изучили. Соответственно, если рабочее время было не отработано, рекомендовать сделать корректировку по оплате труда. Каждый заместитель вместе с руководителем учреждения должен находиться в основные часы, когда идут пациенты. Они должны находиться там внутри с пациентами, спрашивать, задавать вопросы. Если есть какие-то моменты, там же на месте эти жалобы закрывают. Контролируйте своих подчиненных, проверяйте их и жалобки будут. А жителям Армавира рекомендуется сообщать о проблемах с медицинским обслуживанием в приемную главу города по телефону 27470. Марина Бартенева, Александр Пензев, служба новостей Армавира. В администрацию Армавира поступила информация о том, что на территории города начинают обход жилых и частных домов сотрудники ООО «Городские энергетические ресурсы». При этом они могут предлагать людям заменить действующие электрические счетчики, хотя необходимость в этом есть не всегда. Обращаем внимание потребителей коммунальных услуг, что основанием для замены прибора учета являются выход прибора учета из строя, истечение срока эксплуатации, несоответствие электросчетчика классу точности и желания потребителя. При этом потребитель вправе самостоятельно выбирать, у какого поставщика он будет приобретать новый прибор учета. Согласно действующему законодательству, обязанность по обеспечению оснащения приборами учета, а также по обеспечению допуска установленных приборов учета в эксплуатацию, возлагается на собственника энергопринимающих устройств. При этом собственник, имеющий намерение заменить прибор учета, обязан направить письменную заявку о необходимости снятия его показаний, осмотра состояния и схемы подключения прибора учета. Сделать это необходимо до демонтажа в адрес поставщика либо сетевой организации. До демонтажа прибора учета сетевая организация осуществляет снятие показаний прибора учета, осмотр его состояния и схему подключения. Показания демонтируемого счетчика, его состояние и схема подключения на дату проведения указанных действий фиксируются сетевой организацией в акте проверки. Обращаем Ваше внимание, что замена счетчика в случаях, не предусмотренных законодательством, является правом потребителя, а не его обязанностью. Порядок установки, замены и допуска в эксплуатацию счетчиков электроэнергии строго определен законодательством. Стоит учесть, что в случае распломбировки прибора учета с нарушениями, сотрудники сетевой организации составляют акт о неучтенном потреблении электроэнергии. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Мать двоих детей из села Вольная Успенского района найдена мертвой спустя практически две недели. Ее тело обнаружено в воде под старостаничным мостом в Армавире. Кадры по этическим соображениям не публикуются. Как мы уже сообщали ранее, 5 июня в Вольном 37-летняя местная жительница упала в реку Кубань, когда под ней ввалился край берега. На помощь бросился ее знакомый, но тщетно мужчина сам едва выбрался из бурлящего потока. А в Армавире пенсионерка погибла под колесами пассажирского поезда. По предварительным данным, она его не заметила, когда переходила ЖД пути. ЧП произошло вечером 15 июня неподалеку от Зимовского моста. По данному факту проводится проверка. К счастью, жертв удалось избежать в ходе ДТП в центре Армавира на пересечении улиц Кирова-Мира. 16 июня 61-летняя автоледи не смогла разъехаться с пассажирской газелью и врезалась в маршрутку на полном ходу. Тревожная эпизоотическая ситуация у соседей Армавира. Ветеринары опасаются разгула заболеваний бешенского бруцеллеза и оспа у сельскохозяйственных животных в Новокубанском, Успенском, Лобинском, Матрадненском районах. Под угрозой заражения рогатый скот и птица в Армавире. Вет управления напоминают фермерам и собственникам личных подсобных хозяйств об ответственности за соблюдение ветеринарно-санитарных правил. Юлия Чернышева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Единственная в мире экспедиция по изучению кругов на полях снова в Новокубанском районе. Расположился лагерь неподалеку от Пушкинских мест. Объединение «Космопоиск» занимается изучением неопознанных явлений в окрестностях Армавира уже почти 20 лет. Группа энтузиастов впервые взялась здесь за исследование загадочных кругов на полях в 1996 году. С тех пор подобные явления фиксировались почти ежегодно. Но вот последние круги были в 2015 году в республике Адыгея, в станице Дондуковской, Геогинского района. Была формация около семи кругов. Из них был один центровой с входящим отверстием. Диаметр был где-то около 22 метров. В 2016 и 2017 годах, к сожалению, пока мы кругов обнаружить не можем. Но в настоящий момент ведется усиленный мониторинг местности. Члены объединения прогнозируют появление кругов на полях в окрестностях Новокубанска именно в этом году. У нас ведется статистика. И по статистике, как правило, раз в год в четырехлетие кругов не бывает. Но сейчас что-то, видимо, происходит, сдвижка по времени. Два года не было. Это уже сверх аномально. И поэтому в этом году мы с большой вероятностью думаем, что что-то будет. Где-то на 90%. Есть около 40 разных версий образования загадочных кругов. Но члены космопоиска считают, что все-таки это дело рук внеземных цивилизаций. Скорее всего, таким образом они оставляют друг другу своеобразное послание. Мы думаем, что что-то сверху зависает, типа НЛО или неопустанного летающего объекта. Бьется луч с расстояния где-то 200-150 метров. И после этого в течение нескольких секунд образовывается данная формация. Как правило, это происходит после часу ночи. Поэтому, считают специалисты, сами объекты, производящие загадочные круги, никто никогда не видел. Кроме того, для пиктограмм гости выбирают отдаленные глухие районы. Ближайшие ночи для космопоиска будут бессонными. Люди дежурят до самого утра в надежде установить причину появления загадочных явлений. И, быть может, уже совсем скоро высший разум снова даст о себе знать. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Наши самбисты вновь показали отличные результаты на выездных соревнованиях. На минувших выходных в Тереке состоялся всероссийский турнир по самбо памяти мастера спорта Советского Союза Казбека Панагова. Участие в нем приняли армавирцы. Они выступали в составе краевой сборной. По итогам золота в своем весе у Давида Аганесяна и Аюба Блиева, серебро у Эдуарда Кургиняна и Амира Псенока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова